Мы рассказываем миру об Украине. Я Дарья Вершилинка. Здравствуйте. МИД Украины призывает международное сообщество усилить давление на Россию для освобождения всех украинских политзаключенных. Об этом написала спикер Министерства Марьяна Беца в Твиттере. В ведомстве выразили протест в связи с решением московского суда оставить под арестом украинского журналиста Романа Сущенко. И заявили, Кремль цинично использует украинских граждан в своих политических целях. Напомню, сегодня в Москве суд отклонил апелляцию на арест Сущенко. Корреспондента Украинформа задержали 30 сентября в Москве. Там он находился с частным визитом. Его взяли под стражу до 30 ноября. Следствие России обвиняет Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку. В Минобороны Украины такие заявления назвали очередной провокацией. За минувшие сутки один украинский военный погиб. Трое получили ранения, сообщили в Минобороны Украины. Российские оккупанты значительно активизировались на Мариупольском направлении, подтянули к фронту тяжелое вооружение и получили новую партию боеприпасов. Более 200 мин и снарядов выпустили за сутки на участках Красногоровка, Маренко и Павла Польширокина. На Луганском направлении огонь вели по всему фронту, кроме станицы Луганской. Основные боевые действия развернулись в районах Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Впервые со времени разведения сил режим тишины был нарушен в Золотом. Украинские войска вынуждены были открывать ответный огонь. Донецкое направление. Главной горячей точкой остается Авдеевская промзона. В течение дня оккупанты, развернувшие свои позиции тяжелое вооружение в Ясиноватой, неоднократно обстреливали украинские позиции из минометов. Также противник неоднократно нарушал режим тишины в Горловском периметре. Зайцево, Майорск, Новгородское. На контрольном пункте Майорск ранен Гражданский. Впервые за долгое время возобновились боевые действия на позиции шахта Бутовка. На Светлодарской дуге вчера было тихо. Российский так называемый гуманитарный конвой вновь вторся в Украину. 57-я автоколонна заехала через территорию, которую не контролируют украинские пограничники и с нарушением норм международного ненационального права, сообщили в Госпогранслужбе. Украинская межведомственная группа только визуально осмотрела две автоколонны, заявили пограничники. Насчитали 46 автомобилей. 35 из них заполнены продуктами и медикаментами. Остальные для сопровождения. Ранее украинская сторона заявляла, что грузовики так называемого гуманитарного конвоя возили из России на Донбасс боеприпасы и оружие. Однако после возобновления железнодорожного сообщения, по некоторой информации, подмогу террористам на оккупированные территории везут поездами. Хроника кремлевской агрессии в 300 страницах. В Украине представили книгу о вторжении российских войск на Донбасс. Ее авторы, украинские правозащитники, бывшие военные, говорят, использовали только достоверные факты. В частности, информацию, собранную во время работы в зоне АТО. 300 страниц и 4 раздела. Тут все. Этапы кремлевской агрессии в Украине. Эксперты раскрывают тактику ее ведения. Также анализируют структуру, численность и вооружение российско-террористических войск на Донбассе. И особенность информационной войны. Мы отслеживали каждый период российской агрессии. Наша группа «Информационное сопротивление» имела возможность это делать. Во-первых, мы все военные. А во-вторых, у нас была и есть база достоверных источников с передовой. В книге собрано все, начиная от попыток создания Кремлем армии Новороссии до создания и функционирования 1-го армейского корпуса ДНР и 2-го армейского корпуса ЛНР, которые входят в составы российской армии. В книге приведены неоспоримые доказательства того, что события в Крыму и на востоке Украины тщательно спланированная Генштабом Вооруженных сил Федерации спецоперация. Ключевую роль в ее проведении сыграли Главное управление разведки и ФСБ России. К ней готовились 10 лет. За это время была создана мощная агентурная сеть. Выделялись огромные финансы на поддержку пророссийских организаций, которые впоследствии способствовали захвату украинских территорий. Авторы рассказывают, книгу написали так, чтобы она была понятна и интересна очень широкому кругу читателей. Мы старались даже самые специфические военные вопросы и терминологию выписать таким образом, чтобы это было понятно и доступно даже тем людям, которые ничего не понимают в войне и в военных стратегиях. Мы написали ее так, что она будет интересна очень широкому кругу читателей. Кроме того, мы по стилистике написания учли и то, что она должна быть интересна нашим международным партнерам, так как английская версия уже готовится. Когда мы бываем на каких-то международных встречах, то всем людям интересно знать, что же на самом деле происходило и происходит в Украине. И когда они от нас слышат правду, то у них волосы становятся дыбом. Поэтому мы решили перевести книгу и на английский язык. И у нас уже даже очередь есть на такие экземпляры. Писать продолжение авторам не хотелось бы. Говорят, мечтают о том, чтобы оккупанты ушли. Однако пока будут продолжать постоянно мониторить ситуацию, дабы мир знал правду о событиях на востоке Украины. Маргарита Стыцюк, Евгений Савицкий, ЮЭй ТВ. Инвесторы верят в будущее Украины. Это доказывает на примере предприятия с иностранными инвестициями Кромберг & Шуберт Украина. Оно начало работать в Житомирской области. В прошлом году общая стоимость проекта по производству электротехнического и оптического оборудования – 30 миллионов евро. Продукция завода поставляется производителем Audi, Volkswagen, Porsche. На предприятии около 2000 рабочих. На встрече с ними глава государства еще раз подчеркнул – для защиты украинского государства важны реформы, направленные на создание привлекательного инвестиционного климата. Мы сейчас делаем особую увагу. В категории государственных закупок, в децентрализации, дирегуляции. Реально сегодня каждого инвестора районные или областные власти за ручку водят. Приходите и создавайте рабочие места. Увеличение минимальной заработной платы никак не повлияет на уровень инфляции. Пообещали в правительстве. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, Кабмин не будет печатать дополнительные деньги или использовать на это кредиты. Зарплаты поднимут за счет роста ВВП. В следующем году он составит 3%. Напомню, в Украине официально работают 8 миллионов человек. Половина из них – бюджетники. С января Кабмин увеличит минимальную зарплату вдвое до 130 долларов. Столько же составит прожиточный минимум. При этом министр соцполитики считает, отныне зарплаты чиновников должны быть привязаны не к минимальной зарплате, а к прожиточному минимуму. Минимальная заработная плата, которая является государственной гарантией оплаты труда людей с низкими доходами, фактически стала гарантией оплаты труда чиновников. Иначе говоря, размер должностного оклада судей, сотрудников НАПУ, НАЗК, счетной палаты, государственных служащих, народных депутатов увеличится, поскольку он привязан к минимальной заработной плате. Что это значит? Если у нас 1 декабря минимальная заработная плата 1600 гривен по закону о госбюджете, и мы хотим увеличить на 10%, то для человека, получающего 1600 гривен, это означает дополнительно получение 160 гривен. Если у другого должностного лица оклад 10 минимальных зарплат, то это 1600 гривен. А если есть такие чиновники, у которых 100 минимальных зарплат, то при росте они будут дополнительно получать 16 тысяч. Необычные классы в обычной школе. В Украине продолжают внедрять инклюзивное образование. За одну парту садятся дети с особыми потребностями и обычные школьники. По данным Минобразования, 19 тысяч маленьких украинцев с особыми потребностями уже посещают общие образовательные школы. Больше Марьяна Макада расскажет. 15-летняя киевлянка Вика Клеменко стала соинициатором открытия инклюзивного класса в ее родной 218-й школе. Теперь с 1 сентября этого года на занятия в 1-й В ежедневно с удовольствием приходят 11 девчонок и мальчишек. Двое из них – ребята с особыми потребностями. А каждый четверг по расписанию Вика проводит у них урок. На самом деле я ко всем к ним отношусь равно и всех их я люблю. И когда я первый раз с ними познакомилась, возникали определенные трудности. Но все же мы начали с ними заниматься, развиваться. И я поняла, что все они хотят быть услышанными и хотят, чтобы с ними дружили, чтобы их понимали. Результаты у нас есть. Не буду говорить о классических результатах учебы. Позитивно то, что за два месяца дети адаптировались. Они свободно себя чувствуют в классе. Главное – сформировался коллектив. Теперь ребята всегда приходят друг к дружке на помощь. Готовы подставить свое плечо. По статистике Минздрава количество детей с особыми потребностями в Украине с каждым годом растет. Сейчас их более 165 тысяч. Врожденные аномалии, болезни нервной системы, расстройства психики и поведения мешают им учиться вместе со сверстниками. Для интеграции особых детей в общество профильное министерство уже несколько лет внедряет инклюзивное образование. За основу взяли опыт Канады и США. 2700 детей в Украине вовлечены в учебный процесс на 19% больше, чем в предыдущий год. А по оперативным данным, в этом учебном году количество таких учеников увеличивается уже на 71%. Постепенно процесс продвигается, и с каждым годом количество детей в инклюзивных классах будет расти. По словам Татьяны Симоненко, сейчас в Кабмине рассматривают вопрос о приостановлении набора детей с задержкой психического развития в спецшколы. Вместо этого хотят создать больше инклюзивных классов. В первую очередь это обеспечит ребенку право на проживание в семье, а не в интернате. Школа. Это класс. А что больше всего нравится? За эти два месяца Ваня научился понимать, что такое урок, что такое перемена. Ваня познакомился со всеми одноклассниками, он их запомнил. Мне кажется, что это правильно. Детки с особенностями развития должны находиться среди своих сверстников, среди обычных, типичных деток, учиться у них, учиться с ними дружить, учиться с ними общаться. В 218-й киевской школе ребята с особыми потребностями учатся не только в первом В. В третьем и в пятом классах есть ученики с нарушением опорно-двигательного аппарата. По возможности они тоже посещают школу. Для комфортного их пребывания уроки перенесли на первый этаж. Убрали пороги, а на входе соорудили пандус. Таким ученикам помогают волонтеры-старшеклассники. Педагоги уверяют, инклюзия помогает не только особенным детям. Обычные школьники тоже потихоньку учатся толерантности. Марьяна Макода, Тимофей Сорокин, Игорь Каркадым, ЮЭй ТВ. Спасибо, что вам интересна Украина. Больше уже в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова